Я в этом году, в прошлом году я занимался в основном изучением раши и пониманием раши. В этом году я несколько позволил себе больше говорить о вещах, которые меня интересуют. Поэтому сегодня я хочу поговорить о шести заповедях, семи заповедях Бнэйнуах. В какой степени вы с этим знакомы, это вам будет определенным испытанием. Вот говорит у нас на самом деле источником того, что есть Шева Бнэйнуах, Шева Митсвот Бнэйнуах. Это у нас в Талмуде, в трактате Сан-Эдрин, страница Нун-Вав, 56-я страница. Начало на первом обороте немножко, но в основном на второй части оборота. Так что у нас сегодня в какой-то степени урок геморы немножко и, естественно, потом в продолжении этому в классе геморы мы учим Масехет Брахот. Во-первых, источник этого, где это текстально написано, да. Так вот, тут я не снял для вас, потому что это гемора, это арамит, как говорится, вам не понять. Вот, но в любом случае гемора там говорит на странице 56-й, если кто хочет запомнить, Нун-Вав говорит о Танья, да, из Брайта, который говорит, Чива, Митцва, Ицтава, Адам, да, 7 заповеди и, а уже на следующей странице, знаете, геморрана идет с двух оборотов, есть первые обороты и вторые обороты. Во втором обороте, в середине спрашивается так, спрашивает, откуда это взялось, откуда, с какой стати есть такая Брайта, на чем она основывается? И на это отвечает Раби Йоханнан, ученика, известного вам Раби Йуданаси, знаете, Раби Йуданаси, который составил все Мишнают, а ученик его был Раби Йоханнан, который составил Иерусалимский Талмуд. Вот, и он говорит, Раби Йоханнан объясняет, что это все написано у нас как раз в нашем разделе. По поводу того, как Раби Йоханн что-то запретил, что-то разрешил делать человеку, это у нас есть Брешит Бет, пасук Юда Тет, известный вам. Нет, нет, извините, нет Юда Тет, нет, тут я несколько недоработал, точно пасук сейчас найдем вам. Это у меня здесь сказано, что источник Брешит Бет Тет Вав. Вот здесь написано, все эти 7 или 6 заповедей используются здесь, сколько здесь написано. Интересно, что Раша об этом вообще не говорит. Вот я вам переведу, если вы не поняли, чтобы вы поняли, где это написано. И приказал, повелел в яйца в это митсва, правильно, цивуй митсва, повелительное оклонение. Говорит, от всех плодов Ганедена можешь есть. А вот древо, как вы знаете, да, то, вера, знание добра и зла, запрещено есть от него. Ибо в тот день, когда ты начнешь, и так далее. На самом деле, вот этот пасук. Где здесь, видите, какую-то заповедь? Ну, есть одна заповедь, да, можно сказать. Лотухар, запретительная заповедь, запрещено есть от дерева дат то вера. А где остальные, скажем, 6, ну, там спор, я говорю, есть это 6 или 7 заповедей, скажем, где остальные 6. Вот в этом маленьком предложении цель, в этом маленьком пасуке, еще где-то мы должны найти 6 заповедей. Да, так оно и есть. И вот Рабь Йоханам, великий мудрец, объясняет. И сейчас, значит, заодно мы научимся, как из-за 6 букв, 6 слов, можно вывести 6 заповедей. Он говорит следующее. У нас написано в Торе, потребляются такие слова. В Абийцар, говорит Рабь Йоханам. Потом, вы знаете, если вам это интересно, как бы, сами будете когда-то преподавать 6 заповедей, кому-то говорить. Так желательно этим листочком махать перед людьми, чтобы они знали, что вы это не берете с фонталыку. Говорит так. В Абийцар, элуденим. Слово В Абийцар, оно, цар, это приказ, да? Ага, значит, это указание, что надо соблюдать или выполнять законы, деним. Дин, вообще, это в данном случае, в данном контексте, это уголовное право. Вот из одного слова так получается. Но не просто так с потолка это берется, а потому что сказано дальше. В книге Бреши, тоже Ютхет, это мы учили. Значит, взяли слово здесь в Абийцар и привязали его к другому посылку. Правда, в данном случае с книги Бреши, это дальше будет еще, еще больше. Вот то же самое слово В Абийцар упоминается, когда, как вы помните, Нашем говорит Авраам Авину, почему я тебя выбрал и почему я хочу, чтобы у тебя были потомки, потому что я знаю, что у тебя, вот эти твои потомки, они будут выполнять сдакао-мешпад. А мешпад, это и есть судебное судопроизводство. Видите, вот так это выводится. Да, шпатим законы. Ну, как бы это надо обсуждать, действительно, мы с нами с Хукимом, мешпадим, но для Гемары, для Раби Йохана достаточно, что здесь упоминается мешпад. И когда расписывается, это один им сказано, что из этого слова В Айцар следует, что надо создавать суды, которые будут судить по законам и по справедливости. То есть, каждый народ, каждая страна должны иметь районные, городские, окружные суды. Вот из этого слова В Айцар это следует. Седьмой закон. Да, ну, сейчас вот, а это в порядке другом. Я уже не знаю, как бы, как бы, в Туре упоминается это как первый закон. Ну, в порядке, да, потом можно это варьировать, это же не так важно. Как вы видите, сам этот закон описан так, это, как бы, очень, ну, неясно, я бы сказал. Ну, написано. У нас в этом смысле, если такой авторитет Рабь Йоханан, а, во-первых, это написано в Брайте, Рабь Йохан объясняет эту Брайт, это все равно, как написано в Туре. Но в Туре это не написано. Это так понято, так можно читать. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Следующее, что здесь есть, у нас есть. И теперь сказано, во-ем боится в Ашем, а упоминается имя Ашема, да? В каком контексте здесь у нас упоминается имя Ашема? Ну, он говорит, во-ем боится в Ашем. Ашем Элуким, то есть и оба имени, и непроизносимое, и имя Элуким. Как это объясняется, то, что сам факт упоминается, он говорит следующее. А сказано, говорит, запрета богохульствовать из этого следует. Кажется, я хочу вам заодно продемонстрировать, что это не написано буквально, а выведено, причем и выведено так не очень обычным способом. Теперь мы уже поняли, что этого утверждения достаточно, нужно найти пасук, который как бы имеет к кому-то отношение, потому что, и поэтому мы нашли этот пасук, а он у нас уже даже не брещет, а в книге Ваикра. И сказано, но кевшем Ашем, мот ю мат. Тот, кто занимается богохульством, следует смертельному наказанию. Таким образом, какая связь здесь? То же самое имя Ашема употребляется в книге Ваикра в контексте того, что это связано с богохульством и соответствующим наказанием. Вот так. Ну кев, как вы знаете, это от слова некев. Дыра, дырка. Некева – это женщина, некев – это дырка. И когда здесь, в данном случае, богохульство употребляется в понятии, не просто можно было сказать, что проклинающий на иврите имя Ашема, а здесь написано «нукев», то есть, который делает дырку в имени Ашема. Что значит «делает дырку»? Говорит, все это пустое. Понятие «хилун Ашем» – это не простое понятие. «Хилун Ашем» – это скворение имени. Но что значит глагол «хилун»? Это еще будете учить иврит, если кто еще не выучил, и поймете, каким образом слово «хилун» связано с именем «нукев». Это у нас уже два закона. Теперь третий закон у нас. Сказано, что… Да. Дальше расководится так. Да. Говорит следующее. Теперь… Сейчас и сюда. Теперь мы должны найти какое еще… Ага, вот. Теперь сказано так. И сказано теперь, «Авудазара запрещена». Богохульство – это просто нельзя говорить, нехорошее «апрашема». Кроме того, запрещена Авудазара, запрещено поклоняться. Где это написано, к какому слову в этом предложении можно привязать понятие «авудазара». Сказано «элуким», откуда мы знаем, что «элуким» в данном контексте может означать «авудат кухавим», потому что сказано… Это у нас в 10 заповедях. «Ло элла хай алуким ахерим аль панаф». Вторая заповедь из 10 заповедей сказано, чтобы у тебя не были другие «элуким» перед тобой, то поклоняйся только Ашему. Значит, какая связь «элуким» и здесь «элуким». Могу сказать, что есть очень много посылок, в котором слово «элуким» употребляется в другом контексте. Ну вот, здесь это раби Йохана нашел такой посылкой, он говорит, что это говорит, что запрещено поклоняться другим «элуким». Это запрет Авудазара. Теперь, знаете, в принципе, есть такое… Мы учили Брайту, говорим каждый день, говорим Брайту, «рабиш мэлю мер бешоши с рэмидот а турани дрэшит», понимаете? И какой из этих 13 принципов мы здесь применяем из упомянутых? «Гзарашава». Что такое «гзарашава»? Это похожие буквы, похожие слова, вдруг в разных текстах мы можем связать, если есть похожие. Ну, как правило, это гораздо более как бы обоснованная «гзарашава». Но все-таки, в принципе, как-то это похоже на «гзарашава», есть сходные слова. Правда, я говорю, здесь возникает вопрос, но слово «элуким» в разных контекстах упоминается. Ну, это вот… Сейчас мы постараемся понять, откуда раб Йоханан берет, что именно это так, что в данном случае это связано с «элуким» именно в контексте запрета служить другим богам. Теперь, дальше у нас есть, как вы знаете, запрет убийства, кровопролития. Где это написано? Очень просто написано, потому что у нас сказано следующее. «Вейца Вашем Элуким аля Адам». Человек он пока… Адам, в данном случае, конечно, это Адама решен, не просто человек. Но, в целом, можно сказать, что в этом, по сути, «вейца Вашем Элуким аля Адам» повелел Элуким Адаму. А у нас мы нашли пасук, в котором это слово Адам связано с ковопролитием. Почему? Потому что сказано «шофех дам в Адам, домой и шофех». Такой пасук, который говорит в книге «Брещит», как раз, да, это чуть дальше пасук Тед, сказано, что тот проливает человеческую кровь, он тоже будет наказан, потому что в целом Элуким Аса – это Адам. Когда убивает человека, все равно как убивают в какой-то степени целыми Элуким образ, Божий образ в этом человек. Но это как бы запрет в данном случае у нас есть в десяти заповедях, но ведь эти семь заповедей, они были до десяти заповедей. Поэтому, как мы видим, нашли слово Адам, хотя снова Адам означает очень много других значений. Но вот здесь он как бы связан с понятием кровопролития, и Рабьех считает, что это достаточно доказательства. Теперь, что здесь есть у нас еще, чухадамим, теперь мы должны найти гилуя райот, да, всякого рода запретные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, там, у нас это гораздо серьезнее. Но в целом есть разврат, проституция, кровосмешание, инцест и прочее, где это написано? А это написано так. Потому что сказано, каким образом. Леймор, слово Леймор здесь употребляется, да, вот в этом пасуке, который мы уже читали, сказал Ашем и Луким и Аля Адам, Леймор, да. Ну, Леймор в целом это слово означает Леймор, да, сказать, какую-то инфинитивная форма слова Амар, вот. Но она, как говорит Раби Йоханан, есть такой пасук, который, да, говорит, где это у меня, это, кажется, это пророк Ермияу говорит, да, то есть уже даже мы отошли здесь в поиске нужных, как бы, нужной связи, отошли даже от Хумаша, перешли к Ермияу, сказано. Здесь у нас где-то самое слово Леймор находится в этом контексте. Леймор, да, здесь у нас есть Леймор, извините, я так несколько просто не подчеркнул, и поэтому здесь есть несколько объяснений, я иду по одному из толкований. Леймор, да, значит, вот здесь, ну, там это само в контексте употребляется слово Емор, а на самом деле, о каком запрете говорит Ирмияу Ганави, что если человек дал развод жене, она пошла к другому, а потом тот ее прогнал, и она пошла теперь, снова вернулась к прежнему мужу, это запрет, да, это запрет, который у нас по закону считается Гилуя Авает, то есть если она просто разведена и ни с кем не сожительствовала, потом они передумали, решили заново жениться, это очень приветствуется, да, это восстановление брака. Но если она уже была у кого-то и теперь пошла по рукам, вернулась к прежнему мужу, это один из запретов Гилуя Авает, который самое, а ключевое слово здесь Леймор, сказать, тоже как бы не имеет прямого отношения, но нашли пасук, в котором это слово Леймор связано вот с этим эпизодом, когда, возможно, человек, значит, женщина пошла сперва к одному мужчину, потом вернулся к прежнему мужчине, это запрещено. Вот у нас, таким образом, есть эти запретительные действия. Абудазара нашли, Гилуя Авает, да, еще есть у нас запрет Крайс, но это как раз очень просто, да, потому что сказано там, да, Гезель, да, где написано Гезель, что говорит Ашем, лотухаль, да, запрет, лотухаль мемену, запрет есть вот эти, это да, то вера, это говорит, а если ты нарушишь, это мое, говорит Ашем, это да, то вера, я тебе не разрешаю. Значит, если ты берешь то, что тебе не позволили, это и есть кража. Вот таким образом у нас получилось и Гезель. Теперь есть, здесь я не принес эту цитату, есть такая книга под названием «Турат Мима». Очень хорошая книга, я ее всегда рекомендую брать, изучать. Написал известный мудрец Бауэл Хепштейн из Белоруссии, он запоминал, с какого города в Белоруссии, в XIX веке. Объяснение на каждый, значит, на каждый пасук, что с этим делает Талмуд или Медраж. Понятно, да, то есть, вот мы когда занимаемся там в угловой комнате, одно из первых объяснений я сказал, что Талмуд, это, или Медраж, это комментарии на объяснение на Хумаш. Чтобы учить Хумаш его значение, нельзя читать самому без комментариев, потому что, ну, там какая-то большая мудрость, которая нам попростее, а мне, говорит, человек ковыряет нас и говорит, а мне кажется, что здесь написано так. Ну, пусть и тебе кажется, да, если в серьезном случае можно идти к врачу, а поскольку здесь какая-то большая, большой заложен смысл, то Талмуд, как правило, и Медраж объясняет, вот, в частности, вот этот пасук, вот так это объясняется. И поэтому вот этот мудрец, Бару Хепштин, его потомки до сих пор живут, кстати, в Израиле. То есть, они из Белоруссии приехали в Израиль, тоже, как бы, большие мудрецы и знатоки. Так он, значит, говорит, и он, значит, так и объяснил. Вот он, мы читаем Хумаш, да, есть Раши, а еще у него есть объяснение, а этот пасук в Геморре так объясняется. Интересно, да, то есть, наоборот, обычно Талмуд объясняет пасук в Таре, он здесь, наоборот, взял пасук из Стары и объясняет, что об этом написано в Талмуде. То есть, на самом деле, конечно, довольно объемистная книжка, там много чего написано. И, кстати, как мы в прошлом году, я вам говорил, Раши ведь пользуется именно этим. То есть, чтобы объяснить пасук, Раши смотрит, что об этом сказано в Мишне, в Талмуде или в Медраж. А если он не находит, он говорит, я не нашел, но я думаю, что, возможно, это так, и пытается доказать, почему он так думает. Вот, а здесь, значит, вот, он такое сделал, Бару Хапштейн. И там вот в этом как раз на основании вот этих 7 заповедей, в Нейноха или 6 заповедей, потому что здесь идет спор о том, запрещено самое, то, что называется, Эвер Миахай. Есть мясо, да, неправильно зашлитовано. Но здесь обсуждается тоже, вроде есть какой-то намек, но в целом можно удовлетвориться пока шестью, а этот 7, он пришел в пользу. Говорит, Рав Барух Эпштейн говорит, я смотрю и не вижу, да. Скажем, он говорит, я тоже уважаю Раби Йохана, большой цадык, Рав Барух Эпштейн и большой Талмид Хахам, но говорит, откровенно говоря, это очень недоказательно, так как вы подумали. Да, вот взяли, он говорит, это потому, наверное, что это знание об этих запретах, оно известно людям испокон века. Да, то есть, скажем, когда вы помните, когда Ашем предъявляет иск к Каину, что ты убил Эвеля, а тот, значит, мол, кидает, говорит, я не знал, что так убивают и все, а говорит Ашем, это как бы врожденное, это тебя как бы, ты человек, да, ты человек, да, я человек, ну так ты сам, мы тебе и учитель, а сам знаешь, что это убивать нельзя и воровать нельзя. Это очень интересно. Человек понял. Ну, неважно, Ашем ему предъявляет иск, знаете, как говорится, а я не знал, что так убивают, ведь сейчас тоже можно такую как бы поганку гнать, что я ему убил, но я не знал, что так убивают. Нет, вот, а предполагается, что все люди понимают, что нельзя сожительствовать с матерью, что нельзя украсть у другого, нельзя убивать людей и все. Это как бы, как говорится, первое, когда мы говорим, ты будь человеком, да, не можешь сказать, я не знаю, что такое быть человеком, потому что это как бы врожденный, это как бы так же, как волк знает, что нельзя выбегать за красные флажки, хотя его мама не учила, да, это у него в крови, как говорится, с молоком аси. Так и человек. Дера Херетс. Дера Херетс, можно сказать, что это Дера Херетс, вот. То есть это как бы, это само по себе стоит запомнить, потому что, поэтому получается так, что в какой-то степени, можно сказать, что эти шесть заповедей, они в Торе не написаны. То есть то, что комментируется, объясняется, это не в Торе. Когда мы в конце прошлого года говорили о 613 заповеди, и где самое, что они записаны в Торе, должен быть точный пасук, который им это и говорит, да, а здесь и нету этого. И здесь мы делаем какой-то такой, нашли другой пасук, который имеет общее слово. Так что это не шесть заповедей, шесть заповедей, или семь заповедей Бнаенуаха, они не записаны в Торе. То, что мы говорим из такой понятия, это мудическое, лоды орайта, орайта парамиту, это Тора, орайта, Тора, зе лоды орайта. И, скажем, это даже не рабанан, потому что это у нас не записано как Аллаха. Но, как бы, это облегчительно. Но, с другой стороны, во-первых, значит, на этом можно сказать, что, а с чего, значит, вот берут этих людей, там создают такую школу, их обучают, а какой-нибудь образованный человек, который начал там мучиться, скажет, а покажите им, где это написано в Торе. Ему показали, он сказал, ну, это так натянуто, да. А мы на ответим, да. Тора этим самым хочет нам, мудрецы нам хотят сказать, что это в какой-то степени даже больше, чем то, что написано в Торе. Как бы, это ДНА любого человека. Это требование, которое проявляется к любым людям, независимо от того, это религиозный, религиозный, черный, белый, красный, и все это общий закон. То есть, в этом смысле, это, как бы, исконное какое-то положение. В этом смысле, еще более обязательное для любого человека, быть человеком, да. Вот, как сказал там Каин, когда сам он оправдывался, что он убил Эбеля, как он сказал, Айо говорит, а что, я страж брату своему, да. Шумер Ахьянохи, да. Что это? Я что, обязан его охранять? Это, пожалуй, тоже относится, скажем, ну, здесь это не выведено. Ну, да, Ашим говорит, да, ты обязан, а веавты леха камоха, да, заботится. Скажем, ну, уж ты не должен там лобызать его и обнимать веавта, ну, как минимум, не причинять его такого ущерба, как убивать. Тоже, как бы, это основополагающая обязанность каждого человека не уклоняться от ответственности за жизнь другого и по мере возможности его спасать. Так вот, о чем я говорю. Когда я приехал сюда, в Израиль, прямо из Лефортовой тюрьмы, оказывается, здесь была организация под названием Шумер Ахьянохи. Ну, как-то, сейчас ты на Амасахарх сидит в Лефортовой. За что он сидит? Сидел, сидел, а, ну, на пересылке там. Который попался на транзитной зоне с семьей, там, Гашиша, Грама. А, это девушка? Девушка. Ну, я сидел по другим, меня с Гашишем не поймали. Меня просто вызвалили. Нет, дело не в этом. А в том, что... Вот, меня сбили. Да, так я нашел организацию здесь, в Израиле, под названием Шумер Ахьянохи. Когда Каин говорит с вопросительным знаком, а что я обязан, да? Шумер Ахьянохи читается с вопрошением. А что я сам его охранник, так вот здесь, понимая, что неправильно сказал Каин, а как-то как бы исправить его неправильное выражение с воскресательным знаком. Да, я Шумер Ахьянохи. Я отвечаю за своего Бранта. И эта организация занималась борьбой за освобождение узников, евреев, узников советских тюрем и лакерей. Вот как бы переосмысленно. Так что это тоже заповедь. Но в целом, теперь я хочу перейти к следующему моменту. Так что, как бы, вот, сформулируем снова вывод, который я хотел, чтобы вы пришли. Что, с одной стороны, вот, мы прочли это предложение, оно и есть основа того, что говорят шести заповедей Бней Ноаха. Седьмая – это заприятевер миахай. То есть, есть это самое незашкетованное и неправильно забитого животного. И это, с одной стороны, хорошо, что мы знаем первоисточник теперь. Теперь нас не проведешь. А с другой стороны, трудно, потому что не написано там. Сейчас, с одной стороны, мы, значит, вот поняли, каким образом это выводится и в какой степени это обязательно. Теперь еще одно замечание. Мы говорим «Шева Митсвот Бней Ноах». А кто бы, как бы, переформировал или, ну, перед, как бы, дал другую формулировку этим «Шева Митсвот Бней Ноаха?» Общечеловеческие законы. Что такие были Бней Ноаха? Это были все люди, которые жили в это время. «Шем», «Хам», «Ях» и «Бят» его самые. Поэтому, в какой-то степени, мне даже не нравится, ну, так это в Геморе написано, но если, скажем, мы будем пользоваться для общего пользования, обращаясь к другим народам, мы будем говорить, что это общечеловеческие законы. Это законы, которые, а он скажет, я не Бен Ноах, ты чего ко мне сам, я не Бен Ноах, скажем, нет, это законы, которые обязывают всех людей. Скажет, евреев тоже? У нас на это 10 заповедей, потому что вы знаете, что это, как бы, легко выводится из этих 7 запретов, потом 10 заповедей. И 10 заповедей, на самом деле, это 613 заповедей, так что это все взаимосвязано. Просто, скажем, всем людям предъявлено вот такие требования, в какой-то степени, сокращенный кодекс человека, там у нас в свое время был кодекс советского человека. Никита Кручев написал кодекс советского человека, тоже основанный на этом, на самом деле, деконий пошел. Это кодекс, общечеловеческий кодекс, а для евреев еще более жестокие требования и более четкие требования. Там у нас, мы знаем, все это самое, наши 613 заповедей, они расписаны на Аллахоте, Аллахоте это шоханарух, то есть у нас требования очень точные и очень принципиальные. Вот если там уже, как бы, здесь, когда сказано гилуя орает, то есть запрет всякого рода неправильного взаимоотношения между мужчиной и женщиной, но не разъяснено. Как будто можно наполнить по-разному. У нас это очень четко, что нельзя, что можно и что за каждой вещью полагается. Но вот тут есть у меня теперь, как бы, скажем, не знаю, поняли ли вы это усвоили, но это, по-моему, необходимое, как бы, знание для любого грамотного человека, откуда ноги растут. И сейчас есть еще у меня продолжение тому, у моего любимого, скажем, уважаемого автора Шэм Мишмой. Он говорит следующее на эту тему. Это у него, если кто-то хочет меня потом проверить, это у него находится по поводу этих семей. На иноах написано у него в комментариях на книгу Брешит, на странице «Дла медалев». Он говорит следующее. Да, теперь, значит, вот мы прошли, это запрет. И теперь мы знаем, что, как бы, человек в этом смысле, Адама Решон, особенно Иша Решона, поступили не очень четко. И там сказано следующее, да, как бы, вот это, как бы, то, что называется, то, что Нахаш сбил, сбил Адама человека с толку, сказано так. Так, это у нас уже Перг Гимель, да, сказано там. Нахаш начинает издалека говорить, ну, Ашем тебе запретил есть, вам запретил есть с плодов этого дерева в Гане, в саду. А Иша самоуточняет и говорит, нет, только он говорит, нет, наоборот, нам можно есть все, кроме вот «Эйцедалту товара», «Вэмра Нахаш аля Иша лому тумутун», а не вы не умрете. «Кьёдэ луким, кьебиём ахалхэм мимэну», вот Нахаш теперь объясняет, а сего это Ашем дал вот такие указания запретные, все эти шесть заповедей. Говорит, потому что если вы отведаете от плода до товара, как вы самое, уподобитесь Луким, да, вы будете все понимать и знать, будете из как бы пещерного троглодита и первобытного человека, станете людьми разумными, хомо сапиенс, и это Ашем не хочет, так говорит Нахаш. Вот там «Ватера Иша китов», да, и дальше сказано «Ватера Иша», и посмотрела женщина, да, и сказала «Кито ваэц лемуахал», это у нас «Перагимль пасуквав». Она увидела, ну, хорош, что действительно это даст до товара, тоже очень привлекательно, видите, как бы два разные у него статуса. С одной стороны, он хорош для еды, а кроме того, вызывает какое-то таава, какое-то вожделение у глаз. И после этого, и очень он хорош для того, чтобы поумнеть, да. Вот это как бы сейчас мы разберем, разберем, что же такое она увидела. То есть ведь на самом деле, как бы мы читаем о том, что человек отведал от «Эцда то в эра», но на самом деле есть продолжение, вернее, уточнение, что это там произошло. Вот поэтому вот автор у меня приводит эту цитату, которую только что мы прочли. Вот три вещи, которые увидела Иша, Хава, до этого она не видела, не смотрела. И вдруг, когда ей сказала Нахаш, что вот почему Ашем не хочет, чтобы вы это делали, потому что он знает, что вы станете подобными ему, уподобитесь ему. Потому что потом самые жители Мигдаль-Бавэль очень хотели уподобиться и достичь Ашема и воевать с ним. Он знает, что это даст вам какой-то дополнительный интеллект, какой-то IQ, и вы будете очень умными. И она увидела это. До этого она как будто бы не видела, а сейчас она увидела это. Говорит наш автор Поскольку она вот увидела, и сказано, что она увидела три вещи, надо сказать, что здесь есть как бы три составляющие, которые следуют из этого пасука. Потому что сказано, мы уже видели, что как бы из этих пасуким и пресекают эти шесть запретительных заповедей. И эти шесть заповедей, шесть митцвот, да, хотя я говорю, это митцвот, митцвот Амброзинь, это не те тарьяк митцвот 613 заповедей, о которых мы учим потом в продолжении. Вы помните? Наверное, не помните, откуда происходит 613 заповедей? Гематрия чего это? 613. Откуда мы вывели? Тора. Тора, совершенно верно. Тора это 611, правильно? Еще два, это первые две заповеди. Где-то там действительно скрыты эти шесть запретительных заповедей Бнойноха. Но как я уже сказал, это не 613,6. Это что-то другое. Почему? Потому что в этих 613 все это есть. Написано несколько другими словами, более точно. И в этом смысле нам предъявлены гораздо более строгие требования, чем остальным людям. Но в целом, я просто сказал, здесь сказано, что шесть митцвот, да, лу, гем, пратим, мишело, шавирот, а вода, зараги, луи, ара, йоту, швиху, да, мим. Он говорит очень интересную вещь, что на самом деле эти шесть запретительных заповедей можно сгруппировать по два, и получится у нас есть какие-то три вещи, которые запрещено делать под страхом, даже под страхом смерти. Абудазара, гелуя, ара, йот и швихудамим. То есть, скажут, вот убейте его, и ты спасешься, значит, говорят, убивайте меня, я не убью никого. Ну, я тебя спасу, если ты его, я его и так вот, я его так убью, не буду показывать пальцами, скажу, какой-нибудь нацист такой скажет. Вот я его и так убью, но если ты его убьешь, да, он все равно, уже все равно как мертвый, да, вот у меня автомат, все, уже поле готово, все, он все равно как мертвый. Но если ты его убьешь, ты останешься в живых, ты останешься к ним в стенке, рядом с ним говоришь, убивай нас двоих. Нельзя сказать, вроде бы логично, правильно, что сам, он все равно уже пропавший, я могу спастись. Нет, это называется запрет швихудамим. Нельзя убивать другого для того, чтобы спасти себя, и из этого, безусловно, в каких-то разных ситуациях возникают какие-то возможные как бы вариации на эту тему. Теперь говорят, вот у тебя там твоя сестра, изнасилую ее, и ты будешь жив. Ну, говоришь, Манька, ну что делать-то? Нет, убивай меня, я этого не сделаю. И скажи, вот самая здесь статуя, там, скажем, ну, не Иисуса, не будем так это сказать, там, девца Юпитера, принеси ему жертву, это история за Макавеев, правильно, в Астане Макавеев, вот. И от самого, ты же в него не веришь, да, правильно? Ну, какая у тебя разница, да? Зарежь там, какая самая, даже зашкетуй кошерные и все, и я бы тебя спасем. Ты понимаешь, что это называется Абудазара, никаким видом нельзя даже дать, хотя, он это самая чурка, он же не понимает, да, вот. Он не знает, что я этому вообще не придаю никакого значения, ну, зарежу и зарежу, эту овечку еще кошерную сделаю, по закону все, пойду еще поем, потом это самое шашлик из него. Нет, он считает, что этим ты делаешь Абудазара, и поэтому, как мы знаем о Матитьяу Макавеев, он зарезал этого еврея, который хотел принести жертву Зевсу и Питеру. Это, это шесть этих самых, эти три заповеди, Абудазара, Гилаяротш, Фихудамим, которые называются на еврите, Ярек, убал Явор, убейся, Ярек, Хараг, это убить, Нейраг, это страдательная форма, а будущая форма, страдательная форма, нефаль, считается, Ейхарек, убейся, будь убитым, но не нарушай. Я рассказываю по этому случаю историю со своей кипой, когда я провозгласил на зоне, что это мы ходим в кипе верующие евреи, это у нас традиция, это наш закон. И я считал, что все, в тот момент, когда они считают, что это закон, я должен умереть за это. Хотя объясни им, скажи, ну я сказал на самом деле, можно сказать так, капитану, я не знаю, капитану Раку скажи, ну я сказал, что это еврейский закон, но мы же знаем, что большой закон, это нельзя есть свинину, там нельзя нарушить, а это так я сказал. Я подумал так, я ему скажу, что он подумает, уходит, увиливает, правильно, он же не понимает, я ему скажу, это не дурай-то, это такое-то, и все, он не понимает. Он сказал, что ничего у него святого нет. Когда он сказал, что это закон, а как-то мы немножко его прижали, он уже сразу начинает объяснять нам свои еврейские штучки, что это вторение написано, это оказали мудрецы, и все, нельзя ничего, тут уже бесполезно, надо умирать. Надо умирать. Хотя, конечно, менее... Значит, таким образом... Не торопиться умирать? Не, ну, в смысле, я же не сказал, режь меня. Он не собирался резать, он сказал, поставим в карцер. Ну, вот у нас был такой профессор один, математики, как раз Львов, его выдвинули самочинно, без согласия властей, на пост депутата вот этого района. И он прошел против самого кандидата, который установила компартия, самая коммунистическая партия. Его за это посадили на пять лет. Он был хорошим профессором, люди его уважали, националистом, украинцем. Это посадили в карцер на пять суток. Он вышел из карции, он сказал, ни за какие идеи я больше сидеть здесь не собираюсь. Потому что у него это было равноценно смертью. Слава Богу, что это сказал он нам. Они не знали, а то бы они его вообще законтовали по концерам. Ничего страшного, конечно, в карцере нет, все мы сидели. Думаешь, что... Но неважно, это как бы билетристика. А сейчас перейдем к основной теме. Постараемся сгруппировать эти шесть заповедей. Заповедей в эти три, как я уже сказал, на самом деле, даже невооруженным глазом видно, что эти шесть заповедей Бнейнуаха, Абудазара, Гилуярот, Швихудамим, Обязанность сновидь Дин. Это Дин, это как раз в этом смысле повелительная заповедь. Запрещение Гезеля. Их можно сгруппировать. Три эти основные заповеди, которые ни в коем случае нельзя совершить. И просто это интересно, как бы, посмотреть в Псуки. Например, сказано так, он говорит. Во-первых, он говорит, в Мишлей Шломуамелаха сказано. Что так Шломуамелах нас учит, что люди, которые гонятся за выгодой, в конечном счете не постоят даже перед убийством. Вы знаете, это запрет, который сказано, в указании сказано, что если кто-то тебе ночью лезет и самое в подкоп сделал у тебя, или пробирает тебя в квартиру, можно его убить сразу. Почему? Потому что известно, что он, если ты его заставишь раз плохо, его первая реакция будет попытка тебя убить. Таким образом, всякого рода, как бы, хищение и ограбление, они все обычно связаны с опасностью для жизни. Хотя даже, как бы, если оба в начальный момент не собирались, но это, как бы, это инстинктивное действие. Поэтому он говорит, здесь сказано, что всякая попытка ограбления, ограбление, она связана с опасностью убийства, и поэтому необходимо тогда самое деним, да я ним. Вот это положение первое, что надо, действительно, поскольку жизнь наша всегда полна попытками нарушения прав ближнего, поэтому всегда нужны деним, да. Теперь он говорит, Вот это тоже очень интересная аналогия, как бы взаимосвязь, с которой следует задуматься, что все эти три заповеди, о которых мы говорили, они связаны с какими-то человеческими глубинами, человеческими инстинктами или эмоциями, зависть, вожделение и гордыня. Интересно, да? Понятно, что это, как бы, первые побудительные мотивы всякого человека, когда он совершает преступление, это зависть, да, стремление к каким-то наслаждению. Ецарара, как мы говорим, хотя ецарара это гораздо больше, но поднимается под этим, как правило, подобного рода нарушения, соблазны всякие, и кого-то, да, когда человек стремится к славе, вот вы чего самое хотите вместо меня быть главой правительства, значит, я пошлю у наемных убийц, у нас, слава богу, в нашем государстве это не происходит, и, казалось бы, стремление к власти привело к пролитию крови. Шпихо Дамим, вот сейчас начинает разбирать, пока что он установил, что эти три запрета центральных, как мы сказали, Гилуяроч Фухудамим Абудазара, все они указаны, исходя из того, что у человека есть вот эти три негативных, основных, как бы, побудительных мотива совершать преступление. Откуда происходит Фухудамим Хекина, да, как мы знаем, убить, проявление крови связано с завистью, как мы это видим с Каином, правильно, где-то, где там было у Каина Кин-А, к Хевелю, да, он позавидовал, что Ашем принял жертву Хевеля, а не принял его жертву. Вы него, сам у него это вызвало зависть, и это привело, таким образом, к убийству. Тава, да, вожделение, страсть, соблазн, приводит, безусловно, к Гилуяройот, это понятно. А Кавод, Меви, чему приводит из этих трех запретов стремление к почету, славе и прочее? Абудазара. То есть, неожиданно, да, но понять можно. Говорю, ты мне не говори, я сам знаю, да, а потом говорю, давайте построим башню, построим какие-то космические ракеты и покажем, что на самом деле Бог ничему не решает. И есть, возможно, какая-то система. Мы ему покажем, мы можем, да. Самоуверенность, да, стремление доказать себя, в основе этого лежит, как бы, склонность к Абудазара. То есть, что такое Абудазара, звучит это страшно. На самом деле, это, во-первых, поиск какого-то другого объекта поклонения, не то, что ты мне говоришь, а по большому счету самоуважение и гордыня. Гордыня – основа Абудазара, да. То есть, человек считает, что он сам понимает, что он сам разберется, и ты мне не говори, мне не надо. Из этого проистекает, как мы можем сократиться, это, таким образом, этот инстинкт ведет к Абудазара. Да, такие люди говорят, я сам Бог. Да, я сам Бог, да, я сам себе Бог, это верно. В любом случае, он говорит, ты мне ничего не говори, ты сам, кто ты такой, я сам разберусь. Это вот в религии Нью-Корейдж такая, в Тону-Корейдж. А, интересно, да. За сами себе Бога, да. За сами себе Бога. Это сама, как бы, супер-супер самоуверенность, да. А в частных приложениях, это просто, что человек пришел, какой-то раввин, думает, какой-то сетенький старичок, чего меня там толкает, я и без него разберусь, я сам пойму, своим умом дойду, да. А наш ум, как бы, на самом деле, это, как бы, уверенность в том, что наш ум такой вот, что я своим умом все пойму и без него. Это не так. Вот есть вещи, которые знаем, почему мы считаем, что наш ум, а что такое наш ум? Это то, что нам дал Ашем, правильно? Поэтому мы сами не можем разобраться. Мы можем только разобраться в том, что он нам дал. А больше этого мы начинаем придумывать. Вот это Барух Спиноза учился, знаете, был такой Бенедикт Спиноза, основатель современного еврейского материализма. И он учился в самой Каббале. Ну, Каббала такая вещь, как мы знаем, потом до него еще зашли мудрецы в сад Каббалы, и оттуда вот только раби Акиба вышел нормальным. А он, самый Барух Спиноза, пришел к выводу, что человек может своим умом добраться до всех основных понятий. Не нужно никакие там Торы и прочее, прочее. Теперь, значит, у кого-то мы вели людей Абудазара. И дальше он еще больше говорит, что заносчивый человек уже находится в процессе Абудазара. Тот, кто с большим самомнением и самоуберенность, это уже Абудазара, как вот сказал Александр, что я все могу, у меня самое, мне достаточно серого вещества, я все сам разберусь, а кто тебе дал это серое вещество, понятно. Теперь, значит, дальше. Ишайяу Анави говорит от имени Ашема никому я своим кводом Ашема не поступаюсь и не позволяю поклоняться извоняниям. Теперь дальше продолжается эта аналогия интересная. Ашем, как бы, откуда мы уже убедились, что причиной совершения всех этих проступков являются какие-то три базисных основных инстинкта нехороших. И можно поделить, он говорит, их на источник происхождения, что каждый из них связан или с эхелом, или с каким-то духовным моментом, или с чисто материальным моментом. Гуф, нефеш, ва-сехель. Гуф – это тело. Сейчас он покажет нам, как эти три базисных инстинкта нехороших, связанные с этими тремя частями человека. Таабаб и гуф. Понятно, что вожделение, странсть – это чисто плотское такое состояние. Кина, ушвихудамим, как мы сказали, кина, зависть, она приводит к кровопролитию, она связана с какими-то духовными моментами. Как мы видим, когда человек говорит, я сам все знаю, все понимаю, это связано с нашими какими-то умственными процессами. И вот теперь посмотрим, как Нахаш очень четко работает в этом направлении. Так мы читали до этого, что он сказал, он вроде бы, он соблазняет. Правда, знаете, мы говорим, соблазнил хаву, на самом деле он не совсем соблазнил, он просто как бы что-то ей сказал. Соблазнение не обязательно ведь чисто плотского порядка. Он просто как бы смутил ее. Правда, говорят, что был там момент какого-то соблазнения, но это сейчас нас не интересует. Что же он сказал, этот Нахаш, чтобы действительно вызвать у хавы подобные чувства? Ведь на самом деле, скажем, Адама решен, он был идеальный. Хава была в этом смысле как часть его, у него все этого не было. Но там были заложены, в человеке были заложены какие-то такие, в скрытых погребках, за семи печатями, такие страсти были. И вот Нахаш скрыл, скрыл эти самые запретные печати, каким образом? Вот он сказал так. Он говорит так. Вот что он говорит. Нахаш. Откроются глаза твои. Потом он говорит, вы будете подобны Иллоким. И что такое раскроются ваши глаза. Как мы знаем, у человека зависть возникает, потому что он смотрит на других, сравнивая себя от других. Таким образом, сказано дальше, ведь действительно, что открылись глаза хавы. Когда он сказал, что у вас, я просто хочу проследить здесь, что он сказал, и что произошло. И увидела она, раскроются ваши глаза, и вдруг точно произошло, что посмотрела Иша, хава, и она увидела, своими глазами раскрылись ее глаза. Что я хочу здесь продемонстрировать? Что то, что написано в Таре, то, что сказал Нахаш, и то, какую реакцию произвели ее слова, это не билетристика. Все точно взаимно связано. Он сказал, раскроются твои глаза, и сказал, да, она посмотрела и увидела. А когда сказано, что раскроются твои глаза, а глаза, как мы знаем, я сказал, это связано с кина, то есть мы помним точно, что первые базистые инстинкты, которые Нахаш пробудил у Хавы и у Адама Ришона, это кина, гава, и, 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 что там было еще, и кого-то. Вот как это сработало. Он сказал, посмотри, внимательнее, и ты увидишь. И она посмотрела внимательно, и она увидела. То есть, он возбудил тем самым, как мы говорим, первые части Криятшма, это первое предупреждение, не смотри, куда не нужно. Почему? Потому что, как мы знаем, это вызывает как раз отклонение от нормы. Смотрите, вот есть у нас в районе, в Кирят-Муше, один мужчина, Харейдим, который идет все время смотрит в землю. Я думал, что у него искребленный позвоночник, болезнь такая, вот так идет все, нет. Потом я смотрел, что он говорит, женой и с детьми, он нормально. Он просто настолько, он это принял к сердцу, что он вообще не хочет никуда смотреть, только смотреть себе под ноги. Конечно, это опасно, можно споткнуться. Настолько я это самым понял, что... А, ну да, вот правильно, верно. Можно ухнуться. Наверное, опасно. Но, видите, человек решил так, если действительно глаза, они такой агент, который тебя приводит к нехорошим вещам, лучше вообще не смотреть. Ну, может быть, это утрировано каким-то образом. Ну, вот, да. Поэтому, как только Нахаш сказал, посмотри, и ты увидишь, она посмотрела и увидела. Увидела глазами, ага, значит, вот, значит, она вдруг стала смотреть туда, куда не надо, естественно, вызыва, стала у нее вызывать зависть, и можно уже сказать, сразу, что он говорит, ты вот увидишь, что Ашем не хочет, чтобы ты была слишком умной. Она посмотрела, сказала, действительно, вот, самое, вот глазами посмотрела, и сказала, а чего он, почему он мне не хочет, чтобы я была бы умной и способной, да, а я хочу. Вот так это произошло, и поэтому, это, таким образом, отсюда проистекает кино. Теперь дальше он сказал, если ты отведаешь вот это, это да, то вера, ты уподобишься Богу, да, это, безусловно, это связано, ага, а он мне не хочет, чтобы я была умной и способной, да, а я хочу, вот, значит, теперь, значит, у него возникло, ага, он меня ограничивает в, как бы, в моей славе, в моей уверенности в себе, а я хочу, я хочу познать, я хочу все это, я хочу проникнуть во все тайны природы, вот, таким образом, уже поселил в нем это стремление ководу, и как мы уже говорили, кого ты мне не говори, я всем знаю, это основа Абудазара, и дальше, это связано, понятно, с Сехелем, как мы сказали, как мы уже увидели, первая зависть, она связана с глазами, а глаза, мы считаем, самые глаза, Гемара говорит, это агент сердца, сердце в данном контексте оно означает нефиш, сердце это нефиш, Сехель это нешама, а нефиш это Сехель, вот таким образом, она прозрела, в кавычках можно сказать, и самое дальше, он говорит, я уже сказал, ке-эллоким, вы будете подобны эллокиму, это уже самое стремление к тому, чтобы человек звучит гордо, и мне все можно, и после этого он сказал, да, и теперь вы познаете Тов-э-ра, вот Тов-э-ра, здесь очень интересная, как бы комментарий, очень распространенный, что именно умение разбирать СТов-э-ра, это связано с как раз плотскими какими-то нарушениями, каким образом, дело в том, что у нас в Гемаре сказано, что когда ребенок, когда ребенок начинает есть хлеб, да, знаете, уже дают ему, мне Киша, начиная это самое, мы считаем, что это уже свидетельствует, кажется, есть хлеб, ну и что, это свидетельствует о том, что он начинает понимать происходящее, что хорошо и что плохо, так, не мере, написано, поэтому с этого момента, обычно говорят так, кроватка ребенка может находиться в супружеской комнате, почему он плачет, чтобы не надо было бегать, и все, в тот момент, когда он начинает брать другую пищу, кроме молока матери, значит, надо самую кроватку выставить, уже самую детскую комнату, она может быть, а почему, потому что, даже если он, он видит взаимоотношения между родителями, и даже если он сейчас не может это сформулировать, это у него остается отпечаток в душе, и это уже, как бы, в будущем, это может привести его к неправильному введению, да, «Валкен кти в нами витера иша», таким образом, он говорит, получается, что она увидела, что она увидела, китов эц лимаахаль, да, она увидела, как это вкусненько, это дерево, очень вкусные у него плоды, а это самое вкусное, это вожделение, да, все, как мы говорят, когда, говорят иносказательно, что, он, самая, ел, да, обычно это понимается, как в определенном контексте, как иносказание, что, когда сказал Юсеф, помните, когда она его соблазняла, он сказал, что, мне, все можно здесь, да, но самая, я ем, он говорит, я ем хлеб своего хозяина, поэтому я не могу, как бы, иносказательно есть тебя, поэтому, когда она увидела, сказала, ух, как это вкусно, это означает, вот этот соблазн, гилуя райот, потом она сказала, китавахи или инаем, здесь написано, действительно, это очень соблазнительно для глаз, это понятно, что это сразу глаза, это кина, кина, это швиху дамим, и после он сказал, внехмад, аэц лааскиль, лааскиль, поумнеть, да, и она поняла и увидела, что, да, действительно, если она отведает от этого плода, у нее будет дополнительный стех, и она сама станет разуметь, естественно, это связано с Абудазара, может быть, как бы, стоило бы это повторить, в мое время истекло, я украл все, но, что, как бы, главное, какую идею, кроме того, что вы сегодня на этом уроке поняли, откуда растут эти шесть заповедей, ибнэйнуаха, и я говорю, с одной стороны, вроде бы, это кажется, ну, так какие-то заповеди, заповеди были даны на горе Синаиска, это все четко, и все, а тут это вроде бы не доказательно, да, но я сказал, с другой стороны, как сказал Раф Барух Эпштейн, это свидетельствует о том, что это общечеловеческие законы, человек, как бы, это человек, знание, это как бы, каждого человека есть знание и отчет о том, что так нельзя, да, поэтому в этом смысле это, ну, я как бы не осмелюсь сказать, в какой-то степени выше даже, чем Тура, да, что это, как бы, этим мы родились, поэтому мы люди, этим мы отличаемся от животных, что в нас это есть, да, так же, как потом мы отребуем от еврея, мы считаем, что в нем заложены все 613 заповедей, поэтому мы говорим, что ты, как бы, говорит, я не верующий, мы говорили об этом, поэтому не обязан выполнять, вот я как бы, я уважаю, вы верующие люди, выполняете в субботу, и все, я это уважаю, но я не верующий, а мы ему говорим совершенно неожиданное, это не играет роли, ты обязан быть верующим, и ты должен это все выполнять, совершенно абсурдно, да, вера это как бы какое-то внутриубеждение, а мы ему говорим так же, как мы говорим человеку, будь человеком, мы говорим, ты создан с Сыном Божьим. То, что ты не знаешь, это твоя проблема. То, что ты не веришь, это твоя проблема. Это не свобода выбора. Те нет свобода выбора. Ты создан по образу Божьему, и ты обязан вести себя, как самое по образу и подобию Божьему. А что это такое? Это 613 заповедей. Это первое, что мы рассмотрели. А второе, я хотел показать вам, насколько вторее, все не случайно. Вот смотрите, я сказал, он вам проиллюстрировал, как Нахаш сказал и что в его словах было заложено, попытка разбудить у Хавы, ну и Адама Решона, эти три базисных инстинкта. И мы смотрим потом, как бы Тарак говорит, что произошло и что Хава поняла, именно это и произошло. Он раскрыл в них эти три базисных инстинкта, с которыми потом нам приходится бороться. Вот из-за нее в какой-то степени из-за Адама. На этом мы кончим, продолжим у нас здесь еще в Гермешон. Спасибо.